Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео я решила записать, потому что очень многие спрашивают меня, что в итоге я использую для своего повседневного макияжа из косметики Golden Rose. Как вы видите, моя коллекция, конечно, огромна. Все это в течение 2017 года, ну практически все, прислано мне на обзор интернет-магазином Compliment4U. Мы давно с ними сотрудничаем, я снимаю видео, обзоры. Все подробные свочи, как выглядят помады на губах, вы сможете найти в плейлисте, который называется Golden Rose. Я обязательно оставлю ссылку под этим видео. Как вы понимаете, сегодня в кадре я совершенно не обязательно. Да и если честно, это видео я очень долго не снимала, потому как просто не знала, как снять такое огромное количество косметики. Потому что, конечно, нужен хороший свет, чтобы это все можно было разглядеть. Сейчас зима, за окном очень темно, и поэтому это достаточно проблематично. Но все-таки я собралась силами и решила сегодня записать это видео. Обо всем по порядку, но подробно останавливаться не буду, потому как, опять-таки повторюсь, есть уже подробные все обзоры. А сегодня просто расскажу, чем я пользуюсь в повседневной жизни и что не оставило меня равнодушным. Мое знакомство с косметикой Golden Rose началось с вот этих жидких матовых помад. Некоторые оттенки я использую в своей повседневной жизни. Например, такие оттенки, как номер 13. У меня этот цвет есть в миниатюре, и он, вот как вы видите, миниатюрки. И он уже закончился, поэтому я в интернет-магазине Compliment 4U купила себе, заказала полноразмерную версию. У меня оттенка номер 13, он достаточно светлый, подойдет не всем, но это мой любимый оттенок на каждый день. Также я безумно люблю оттенок номер 17. Он такой рыженький, на мне он смотрится нежно-нежно, припылено рыжим оттенком. Что касается качества всех этих помад, в основном они все одного качества. Единственное, что вот эти вот темные оттенки, когда вы что-то поедите, они чуть могут подразмазаться в уголках глаз. Со светлыми оттенками такого нет, они держатся в течение всего дня, очень хорошо, не размазываются. Я ими настолько довольна, что все мои помады, типа Color Pop, Kali Cosmetics, я или раздала, или подарила, и они у меня просто лежат сейчас без дела. Поэтому я очень-очень вам советую, и в основном девчонки, которые купили по моему совету все эти помады, безумно довольны и пишут мне об этом в комментариях. Давайте я покажу вам следующее, что у меня здесь есть. Это два хайлайтера от фирмы, ну естественно, Golden Rose. Хайлайтеры существуют в двух оттенках. Знаете, я вот сейчас снимаю, на самом деле очень надеюсь, что вам хоть что-нибудь видно, потому как, конечно, такие видео снимать крайне тяжело. В двух оттенках существуют хайлайтеры, это номер 01 и номер 02. Мне кажется, что оттенок 01, он абсолютно универсальный и подойдет очень-очень многим. Они красивые, деликатные такие. Если вы любите влажное свечение, вам должны понравиться эти хайлайтеры. Ну и тем более выбор достаточно небольшой, поэтому ошибиться тут, в общем-то, сложно с этими хайлайтерами. Давайте дальше. А дальше я покажу вам, к новой коллекции мы приступим чуть позже. Дальше я покажу вам вот такие вот матовые помады, всем знакомые. Называются они Matte Lipstick Crayon от фирмы Golden Rose. Здесь у меня вся коллекция оттенков. Конечно, это еще одна моя любовь. Пользуюсь я далеко не всеми, потому как не все оттенки мне подходят, не все мне нравятся. Но те, которые нравятся, остались уже вот такие вот, буквально такие небольшие огрызочки. Как вы видите, оттенок номер 22. Ну, я попытаюсь, конечно, не знаю, насколько будет хорошо видно свотча. Оттенок 22 тоже достаточно светлый. Не всем подойдет, но это мой любимейший оттенок для повседневного ношения. Также мне бы хотелось вам показать два оттенка номер 10. Это просто вообще хит какой-то среди вот этих вот помад в карандаше. Мне кажется, уже все девчонки, которые покупали Matte Lipstick Crayon, десятый номер у них есть. И, конечно же, номер 11. Сейчас я попробую его здесь найти. Возможно, я его даже забыла положить в эту коллекцию сегодня, потому как пользуюсь я им очень часто. Да, наверное, знаете, не буду искать и занимать ваше время. Десятый, одиннадцатый, 22 оттенок из всех помад мои, вот прям самые-самые любимые. Не так давно вышли очередные четыре цвета. Очень светленькие, такие нюдовые, повседневные. Для меня они все-таки для повседневной жизни немножечко светловаты. А вот эти вот 22, 10, 11 – это прям вот то, что нужно. Потрясающего качества помады. Они очень долго держатся, причем летом они держатся чуть хуже. Сейчас зима, холодно, они держатся на мне вот буквально, знаете, весь день без поправлений и не размазываются от приема пищи. Потрясающие просто, очень люблю их. Следующее, что я вам покажу, это тени в карандаше. Называются они Glitter Eyeshadow Crayon Waterproof. Они водостойкие, эти тени. Они на самом деле не то, что водостойкие. Их очень сложно удалить даже мицеллярной водой. И вообще их очень сложно удалить только маслом или только какими-то двухфазными средствами. У меня расход их очень экономичен, потому как тенями я ими практически не пользуюсь. Ну вот, если говорить о тенях, которые наносятся и на подвижное, и на неподвижное веко, я использую их как подводку для нижнего века. Дальше вот этот вот оттенок мой любимый. Это цвет номер... Сейчас у меня опять, как всегда, проблема. 54-й. И вообще вот эти коричневые цвета, вот эти коричнево-золотистые, они мне безумно нравятся. С помощью них очень быстро и легко сделать макияж глаз. Также я использую вот этот вот синий оттенок. Я подвожу им слизистую. И эти цвета все, конечно, держатся очень-очень долго. Это такая еще, знаете, одна моя любовь. Но не все оттенки здесь удачные. То есть, например, есть какие-то оттенки, которые не очень пигментированы. Например, вот этот вот такой вот светло-золотистый оттенок 57-й. Он какой-то грубоватый такой, и нанести его на веко не так уж и просто. Но все коричневые, вот эти синие, зеленые оттенки, как вы видите, зеленый тоже у меня остался совсем маленький кусочек, они, конечно, потрясающе очень красиво переливаются, на мой взгляд. Я ими пользуюсь, но вы можете это сами увидеть. Следующее, что я хотела бы вам показать и рассказать, это два карандашика, которые я купила сама, так как обзоры на них мы не делали. Это карандаши Dream Eyebrown Pencil. Я взяла два оттенка. Оттенок 306-й, совсем светлый, подойдет для блондинок, и оттенок номер 303-й. Заказывала я по картинкам в интернет-магазине. Вот этот мне не подошел, потому что, ну, действительно, он очень светлый, он прям только для блондинок. Так как волосы у меня практически черные, для меня, конечно, это не идеальный вариант, скажем так. И 303-й оттенок, я про него снимала видео и говорила, что качество у него очень такое средненькое, но на самом деле, вы знаете, сейчас я им пользуюсь очень часто, и он мне так нравится, он так хорошо держится на бровях, и он не слишком жирный, наносится хорошо. В общем, пользуюсь им, вот по сравнению, смотрите, по сравнению с новым, уже достаточно много использовано, и он очень экономично расходуется, он очень экономичный. Очень нравится мне карандаш, я им пользуюсь. Следующее, что хотелось бы вам показать, ну, конечно же, давайте немножечко остановимся на миниатюрах помад, жидких матовых помад. Кажется, что, конечно, они крошечки по сравнению с полноразмерными версиями, но на самом деле здесь вот 5,5 грамм, а здесь 3. То есть, если вы берете две помады, то здесь получается по объему больше, чем в полноразмерной версии, а цена у них одинаковая. То есть, две помады стоят столько же, сколько полноразмерная версия. Качество абсолютно одинаковое, цвета абсолютно идентичны. Следующее, что хотелось бы показать, наверное, это еще одну мою любовь, палетку, нет, давайте к этой палетке чуть позже, потому что это уже металлическая коллекция, я покажу сейчас вам корректоры-консилеры от Golden Rose. У меня палетка номер 02, Medium to Dark, достаточно темная. В коллекции этих консилеров есть и другие цвета корректоров-консилеров, поэтому, в общем-то, можно выбрать без труда. Что касается качества этой палетки, очень достойный продукт. До нее у меня была подобная палетка от фирмы Make Up For Ever. Я не могу сказать, что она мне нравилась больше. Это достаточно плотные консилеры, корректоры. Они кажутся очень жирными при набирании на палец, но как только они попадают на лицо, и вы начинаете их растушевывать, они становятся как будто бы пудровыми. По крайней мере, на моей сухой коже они ведут себя отлично и, в общем-то, маскируют все, что нужно замаскировать. Конечно, не справятся с очень серьезными, какими-то только что вскочившими прыщами, но с какими-то такими проблемами в виде неровности. Тона кожи справляется вообще отлично. Мне кажется, соотношение ценно-качество очень хорошее у этого продукта. И следующее, что я вам хочу показать, давайте, наверное, о помадах, которые вышли совсем-совсем недавно. Это увлажняющие помады от, не устаю повторять, от фирмы Golden Rose. Это Smart Lips увлажняющая помада с маслом ши в баттере и витамином Е. Что касается этих помад, они хороши для тех, у кого очень сухая кожа губ, и для тех, у кого матовые помады вызывают некое чувство дискомфорта. Вот эти помады увлажняют прекрасно, но подойдут только для, ну, по крайней мере, для меня, для моего использования, подходят только для ношения в холодное время года, потому как летом эта помада на мне совершенно нестойкая, стирается буквально через полчаса, и, знаете, такое ощущение, как будто масло в составе начинает просто плыть. Сейчас это идеальная помада в холод, когда на улице ветер в юго и стужа. Это, конечно, спасение для сухих губ. Они очень красивые, они хорошо наносятся. Мой оттенок номер 4, любимейший. Сейчас, если я его найду, я вам покажу. Вот это оттенок номер 09, который мне тоже очень нравится. Очень хорошо наносится, плавненько, без разводов, очень плотный такой, густой цвет. В коллекции этих помад представлено очень много. Это вот эта вот вся коллекция. Вот здесь вот 4 оттенка, вот здесь 5 помад у меня лежат. Просто в одно место они у меня не поместились, поэтому я их так разложила по разным сторонам. То есть выбрать можно, ну, действительно, на любой вкус и цвет. Теперь давайте немножечко поговорим с вами о лаках Golden Rose. Это Rich Color. Знакомые абсолютно, мне кажется, любой девушке лаки. Лежат они у меня очень-очень давно. Я их покупала тысячу лет назад. Из вот 5, которые оттенков у меня есть, хуже всего наносится вот этот вот розовый 46, с небольшими разводными. Все остальные темные, зеленый, этот фиолетовый. Выглядит на ногтях просто шикарно, наносится без разводов. Имеют очень удобную, сейчас покажу, такую вот плоскую кисточку, которой удобно наносить лак. Лак высыхает быстро и выглядит, конечно, очень красиво. Поэтому этими лаками я довольна. Цену свою, конечно, не оправдывает. Если вы слышите посторонние звуки, это у меня кот тут рядышком на батарее. Я уж не стала его выгонять. Пусть посмотрит на мою большую коллекцию лаков Golden Rose. Так, ну и еще три лака. Тоже быстренько пробегусь. Недавно совсем был на них обзор. Новая коллекция металлическая. В коллекции их гораздо больше представлено. У меня три оттенка. Больше всех мне нравится номер 106, пожалуй, и номер 110. Сейчас вот на ногтях у меня 106 оттенок в один слой. Причем я очень быстренько сейчас его нанесла. И, честно говоря, у меня не было времени там стараться что-то вырисовывать. Лак сохнет мгновенно. Что касается стойкости. Если вы постоянно в воде моете посуду целый день, то есть если вы домохозяйка, то эти лаки долго на ногтях не продержатся. Но если вы видите какой-то такой обычный образ жизни, не особенно трогаете свои ногти, то продержаться пару дней, в принципе, эти лаки могут без проблем. Очень красиво выглядит. Наносится, кстати, абсолютно без разводов, даже если ногти у вас не отполированные. Ну и следующее, что я хотела бы вам показать, это как раз-таки, если мы уж начали о металлической коллекции, я и продолжим. Четыре хайлайтера из новой металлической серии. Меня в целом они оставили равнодушными, потому что я просто не люблю жидкие хайлайтеры. Если говорить адекватно, то претензий к качеству этих хайлайтеров у меня нет. Они очень красиво блестят, переливаются, имеют разные оттенки. Четыре, на мой взгляд, вполне достаточно. Если любите жидкие продукты, дайте этому хайлайтеру совсем чуть-чуть подсохнуть и потом начните его распределять. Без разводов также наносят очень красивые переливы, такой влажный блеск. То есть адекватно претензий к хайлайтеру у меня нет. Просто я люблю все-таки хайлайтеры, наверное, больше сухие. Это мое такое, знаете, личное предпочтение. Ну и также покажу вам еще помады из новой металлической коллекции в карандаше. Их в коллекции 10 оттенков. Они мне тоже очень понравились по качеству. Конечно, такой, знаете, блеск они дают на любителя у некоторых ассоциируется. Ну, с некой ретровостью. На самом деле и любители таких помад есть. Мне они понравились. Вот у меня два своча вот здесь вот. Мне они понравились. Они достаточно неплохо держатся. Они наносятся хорошо плотным слоем. И, в общем-то, с ними никаких проблем. Единственное, что у них такой аромат на любителя, они пахнут болгарской розой или розовой водой. В целом претензий у меня к этим помадам, к качеству этих помад у меня нет. Ну, единственное, конечно, если вы любите такой металлический перелив. Если вы хотите посмотреть, как все эти оттенки смотрятся на моих губах, то ссылочка будет читать вас под этим видео. Ну, из металлической коллекции это скульптурирующая палетка. Контур, хайлайтер и румяна. Качество этой палетки просто волшебное. Тут, конечно, я уже говорила, вопрос к скульптору. Он слишком рыжий. Хайлайтер потрясающий. Очень пигментированный, такой яркий. Его можно наслаивать. И румяна тоже наимягчайший. Все имеет, как вы видите, перелив, некий такой блеск. Не зря эта палетка все-таки из коллекции Металлс. Если ищете вот такое вот бюджетное трио хорошего качества, я вам прям от всей души советую попробовать вот эту палетку. Ну, как вы видите, конечно, скульптор здесь не наилучший, но в качестве бронзера в летнее время очень удачный продукт. Следующее, что я хочу вам показать, это моя прям вот любовь. Огромная и любовь, наверное, на века. Это также новая коллекция металлическая. Называется Metallic Liquid E-Shadow. Ашадо, американка, англичанка, я та еще. В общем, это любовь моя на долгие-долгие годы. Кисточки тут, конечно, очень дешевые. Я об этом рассказывала. Такие какие-то плоские, тонкие, невзрачные, очень плохой ворс. Но тени наносятся без разводов, без всяких проблем. Очень толстым слоем. Перелив шикарнейшие эти тени, я наношу поверх сухих теней, в центр подвижного века. Выглядит это просто волшебно. И не только на праздник, но и при повседневном макияже использую тоже эти тени. Особенно вот эти вот коричневые. Очень многим в Инстаграм и под видео писали девчонки, что очень понравился вот этот зеленый. Это оттенок номер 106. Называется он хаки. Эти цвета можно между собой миксовать. И получаются очень интересные такие цветовые решения. Безумно мне понравилось. Мне тут недавно девушка писала, моя такая давняя-давняя подписчица, что эти тени на ее глазах начинают трескаться. Вы знаете, тут, конечно же, наверное, все-таки зависит от кожи. У меня кожа сухая. Я ношу эти тени вот буквально целый день. Причем я и в один слой пробовала их нанести. В два слоя, в три вообще абсолютно никаких проблем. Держатся как прибитые в течение всего дня. И удаляются любой мицеллярной водой тоже без проблем. То есть это вот действительно, честно говоря, это прямо моя любовь. Единственное, я хочу сказать, что здесь есть два неудачных цвета. Это номер... Сейчас, одну секундочку. Это номер 110 и номер 111. Вот номер 110, он хорошо наносится без разводов, но он не очень плотный. То есть его приходится наносить в два слоя. Вот. А оттенок 111 в этой коллекции вообще абсолютно неудачен, потому как он и разводами наносится, и его надо несколько слоев. И вообще какой-то вот он для меня, наверное, все-таки по цвету не очень какой-то плотный. Хотя, в целом, если говорить о качестве и не сравнивать вот с этими тенями коричневыми и зелеными, наверное, он тоже, в общем-то, неплохой. Его, кстати, можно запросто использовать так же, как хайлайтер. Очень советую попробовать. Конечно, не могу дать вам гарантию, что вы будете в таком же восторге от этих теней, в каком и я. Потому как все индивидуально, безусловно. Но если есть возможность, обязательно попробуйте, потому что эти тени могут быть для вас такими же, ну, стать такими же любимыми, как и для меня. Это практически повседневное использование этих теней. У меня я уже без них свой макияж практически не представляю. Ну, и последнее, что я вам хочу сегодня показать, это румяна. На них тоже был отдельный обзор. Их шесть цветов в коллекции. Тоже не буду сейчас открывать и все показывать. Я вам просто покажу два цвета румяна. Я их уже здесь отложила. Это оттенок номер 102 и оттенок номер 104. Я очень вам советую присмотреться и к этим румянам. Особенно девушкам, кому не идут румяна. То есть на чьих лицах румяна смотрятся инородно, скажем так, агрессивно. Вот эти румяна, они очень пигментированы. Как видите, один посветлее, другой потемнее. Я использую в повседневной жизни, вообще полностью перешла на эти румяна в оттенке 102. Они очень пигментированы, но если их растушевать, я наношу их пальцем, они становятся настолько естественными, настолько... Вот они как будто вливаются в общий макияж и нету эффекта, что вы матрешка. Это моя любовь. Больше мне просто сказать нечего, потому как, конечно, они и наносятся легко, и растушевываются легко, и цвета у них очень красивые. И они бархатистые, они абсолютно нежирные. Даже, кстати, на жирной коже они не дают эффекта какого-то такого жирно-сального блеска. Присмотритесь обязательно, особенно к этим двум оттенкам. На данный момент это вся моя коллекция. Рассказала я вам сегодня обо всем, что у меня есть. Скажу по секрету, что в ближайшее время будет и дополнение жидких матовых помад в коллекции новых. Новые оттенки будут. И из металлической коллекции будут тоже дополнения. И мы с вами сможем протестировать их, посмотреть видео, как какие-то оттенки блесков смотрятся на губах. Это все будет в ближайшее время. Я, в свою очередь, хочу подвести такой итог и сказать, что Golden Rose в этом году меня настолько восхитили, настолько поразили своей продукцией. И, конечно же, огромное спасибо интернет-магазину Compliment4U за то, что как только появляются какие-то новинки, у меня есть возможность показать их вам первой. Это видео не оплачено, и у нас не было договоренности с Compliment4U, что я снимаю это видео исключительно по моей инициативе, чтобы наглядно показать вам и рассказать о том, что же мне в итоге понравилось уже спустя большое количество времени, чем я пользуюсь и что очень-очень люблю. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным. Я очень бы хотела почитать в комментариях, что из продукции Golden Rose нравится вам, и что является вашим самым-самым любимым продуктом. Такие комментарии для меня всегда интересны, очень полезны, потому как я, конечно же, и ваши впечатления сравниваю со своими. Я желаю вам хорошего дня или ночи. Удачи вам. Пока.